В Сочи единственный город в России, где зимой могут выйти на воду яхтсмены. Тем не менее, некоторые нюансы все-таки есть. Этот оранжево-белый флажок спортсмены называют «морковка». Он означает, что выход на воду откладывается, нет ветра. В его ожидании спортсмены готовят свои яхты и получают новые знания на мастер-классах. На этот раз яхтсмены узнали, как правильно подавать протест. А это петиция на три листа, где нужно не только описать, но и нарисовать свое несогласие, если во время соревнований произошло какое-то нарушение. В стартах Олимпийских надежд участвуют воспитанники детско-юношеской спортшколы в возрасте от 9 до 18 лет. Они гоняются на соответствующих яхтах «Оптимист», «Кадет», «Сум», «Лазер-4,7» и «4,120». Это показатель нашей работы, работы наших спортсменов, подведения итогов не только, конечно, городских, но и вообще всех итогов за целый год участие наших спортсменов в различного уровня соревнований. Соревнования мы проводим по воскресеньям со второго и будем заканчивать 23-го, то есть, по сути, следующее воскресенье. Это последнее итоговое будет награждение участников и вручение, так самое приятное, грамоты, медали. Поздравили уже с Новым годом. Помимо городских соревнований со 2 по 9 декабря в акватории «Югспорта» прошли тренировочные сборы яхтсменов из Тольятти и Санкт-Петербурга в классах «Оптимист» и «Зум». Они также приняли участие в трех гонках «Олимпийских надежд». Питерская команда представляет довольно-таки новый флот олимпийских яхт «Фотинайнер». Это лодка с маленьким корпусом, большой площадью парусов и специальными крыльями для перемещения спортсмена при крене в процессе гонки. При хорошем ветре «Фотинайнер» может достигать больше 15 узлов. «Лодка, в принципе, новая по сравнению с другими. Только на прошлой Олимпиаде она была представлена. Суть в том, что это чисто женская лодка. Две трапеции, скоростная». Подготовку проходят и спортсмены сборной России по парусному спорту. Они готовятся к выездным международным турнирам, чемпионату и первенству Европы, мира, Кубкам Европы, а также к получению лицензии на Олимпийские игры. Да и в Сочи в следующем году пройдет 11 мероприятий всероссийского уровня. А в минувшее воскресенье выйти на воду яхтсменам так и не удалось, поэтому ждать подходящего ветра участники Олимпийских надежд будут 23 декабря.